Приветствую вас, дорогая церковь. Присаживайтесь, сразу можете открывать ваши Библии, пока группа садится. Открывайте ваши Библии, книга пророка Исаия, 26 глава. У нас сегодня короткий текст будет для размышления, наш центральный текст, 26 глава, 3-4 стих. Книга пророка Исаия, 26, 3-4 стих включительно. Я зачитаю. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Сегодня перед нами небольшой отрывок из Божьего Слова. И, ну, как вроде бы, с первого взгляда не возникает никаких вопросов. Но я хочу, чтобы мы более подробно поразмышляли над этим местом. И если более пристально взглянуть на третий стих и прочитать первое несколько слов, твердого духа ты хранишь в совершенном мире. У нас сразу возникают вопросы. А именно, знаете, Бог через Библию и человечество, мир, люди по-разному понимают, что такое твердый дух, что такое совершенный мир. И я хочу, чтобы мы сегодня, вот размышляя над этим местом, пошагово или поэтапно, вот просто посмотрели, каких же взглядов или какого взгляда должны мы придерживаться как христиане. Итак, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Твердого духом. Знаете, среди людей принято считать, что твердый духом – это человек, который имеет выдержку, самообладание, хорошо умеет сдерживать свои эмоции или владеть своими эмоциями вне зависимости от обстоятельств, в которых он оказался. Ну и можно так далее перечислять, я так самое главное взял. Я сейчас вам нарисую иллюстрацию человека твердого духом. Вы знаете таких братьев-спортсменов, братья Кличко? Закивали головами. Я не фанат их спорта, я вообще считаю, что люди придумали только один правильный спорт, и он футбол называется. Но немножко знаю правила бокса. В правилах бокса есть такой нюанс. Перед поединком двух спортсменов есть такая процедура, она называется взвешивание. Она проходит, как правило, за день до поединка, и проходит примерно так. Спортсмены раздеваются, остаются только в нижнем белье, взвешиваются на весах, для того, чтобы судьи знали, что это спортсмены из одинаковой весовой категории. И после этого они становятся друг напротив друга и меряют друг друга взглядом, чей дух тверже. И вот однажды, когда проходила вот эта процедура, один из соперников, Владимира Кличко, он набрал в рот воды, и когда они друг на друга смотрели, он для того, чтобы вывести Кличко из равновесия, выплюнул ему во время вот этого взгляда эту всю воду в лицо, чтобы вывести его из равновесия. И знаете, в этот момент Кличко не шелохнулся, вот он как стоял такой, как камень, даже глазом не моргнул, так и остался стоять. И все, кто видел эту ситуацию или давал ей потом оценку, они сказали, что да, давно не видели человека с таким самообладанием и с таким твердым духом. Ну, где-то бывает так, что и мы начинаем так вот смотреть на эту ситуацию и придерживаться таких же взглядов. Но если мы посмотрим на то, как Библия описывает или называет людей твердого духа, всего несколько мест, два места. И вот одно из Старого Завета, одно из Нового Завета я вам зачитаю. Второзаконие написано в 6 главе 17 стихе «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе». В Новом Завете, в Первом Послании Коринфянам, сказаны такие слова «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Бог через Библию называет человека с твердым духом, как человека, который хранит веру и заповеди и бескомпромиссно. Так же само, вне зависимости от обстоятельств, следует твердо за своей верой. Итак, первое, на что мы обратили внимание, и мы уже увидели несоответствие. Следующий шаг – совершенный мир. Мир не как человечество, а мир как состояние души. Здесь мы найдем еще более разительное несоответствие, если можно так выразиться. Знаете, я уже не буду приводить никакого примера. Просто попробуйте каждый сам себе нарисовать иллюстрацию из своей жизни. Я вам сейчас нарисую из своей. Как бы выглядел мой день, вот мое вот это вот состояние совершенного мира. Я выезжаю на работу с утра по дороге, я встречаю минимум автомобиля, никто не мешает мне двигаться к месту работы с комфортной скоростью. Сотрудники ГАИ, если встречаются на моем пути, не пытаются меня остановить, а пытаются отдать мне честь. Приехав на работу, я застаю там рабочий коллектив за выполнением своих непосредственных обязанностей, которые они выполняют с учетом должностных инструкций. Вернувшись со школы дети, без напоминания делают уроки, убирают свои вещи. И я могу долго перечислять, как это все, как бы это могло выглядеть, у каждого это может быть по-другому. Но это точно будет похоже все, потому что в нашем понимании вот это совершенное состояние мира или покоя, это состояние такой зоны комфорта глобальной. Мир, порядок, покой, стабильность, в центре которой находимся мы. И, знаете, если мы захотим посмотреть или захотим узнать, что Бог говорит о совершенном мире, то возьмем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Знаете, такой, на мой взгляд, удачный пример, потому что это слова самого Иисуса Христа. Христос сказал так. Евангелие от Иоанна, 14, 27. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Вы знаете, два вопроса. Пребывал ли Христос во время своего пребывания на земле в зоне комфорта, покоя и порядка? Нет. Возле Него постоянно были люди, которые нуждались в Его помощи, в Его вмешательстве, в Его наставлении. Находились люди, которые постоянно плели козни, представители власти, представители духовенства, представители религиозных течений. И второй вопрос. Пребывал ли Христос в Божьем мире? Да. Даже во время бури, даже во время любых обстоятельств. Что бы ни происходило, Он оставил нам пример совершенного мира. Итак, двигаясь поэтапно или шаг за шагом, мы можем увидеть, как Библия описывает человека с твердым духом и состояние этого совершенного мира. Далее, мы прочитали третий и четвертый стих в книге пророка Исаии. И в четвертом стихе мы читаем такие слова. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная». Вы знаете, я подумал о том, имеет ли смысл приводить какие-то примеры или какие-то иллюстрации к слову, к тому, чтобы Бог твердыня вечная. Ни у кого из нас не возникает вопроса. Мы многократно убедились в том, что Бог действительно не изменен. Действительно твердыня вечная. Слово «уповает» означает, упование означает как высшая степень надежды. Нам может показаться, что это выжившее уже из употребления или неуместное на сегодняшний день слово. Но на самом деле, я вот посмотрел, библейский словарь Браггауза, если так сократить описание этого термина «упование», он трактует упование как твердая и безусловная надежда на того, кто сам верен и достоин верен. Упование – это твердая и безусловная надежда на того, кто сам верен и достоин. И знаете, мы уже приближаемся к концу или приближаемся к выводу. И я хочу сейчас вам рассказать такой вот пример из жизни или такой случай, который просто меня потрясет, как пример упования и твердого духа. Совершенно случайно полгода назад я стал свидетелем такого научно-популярного фильма на тему «Как выжить во время катастрофы, во время урагана». У нас не случается в стране ураганов, если случается, то это может быть максимум там крышу где-то с гаража у кого-то сорвет или там град пойдет или так далее. Но в мире происходят страшные ураганы, жертвами которых становятся сотни людей, тысячи людей, даже иногда бывают десятки тысяч. Цель этого фильма была показать, как должен действовать человек, который оказался в центре урагана, что он должен делать для того, чтобы выжить. И авторы этого фильма для того, чтобы показать наглядную инструкцию пошаговых действий человека, оказавшегося в этих обстоятельствах, они взяли реальный пример из жизни. Они взяли историю, которая была записана на видеорегистратор одной из жертв этого урагана. Видеорегистратор — это такое устройство, если кто не знает, которое устанавливается в автомобиле. Оно записывает на видео все, что происходит вокруг автомобиля, и записывает звук внутри самого автомобиля. И вот человек, оказавшийся непосредственно возле урагана, пытается от него уехать. И они показывают это видео и сопровождают его своими комментариями, какие должны быть правильные его действия. Они говорят о том, что увидев, откуда приближается ураган, вы должны направляться в сторону прямо противоположную, не поворачивая направо, не налево. Этот же человек, который сидит за рулем, он пытается куда-то повернуть, для того, чтобы, наверное, быстрее убежать от очага этого урагана. И в конце концов он запутывается. Он сворачивается в тупик, и пока он пытается развернуться, этот ураган приближается к нему уже почти вплотную, и камера это снимает. И дальше они говорят, если уже случилось так, что вы оказались в тупике, и вам некуда деться, ни в коем случае не покидайте машину, пристегнитесь и откройте окна. Он вместо этого глушит машину, пристегивается и закрывает окна. И они говорят, что все его действия, они как бы неправильные. И тут произошла вещь, которая меня потрясла, просто до глубины души. Видео показывает, что ураган приближается к нему, вот еще минута или полторы минуты или 30 секунд, и машину начнет кружить. И я слышу, аудио записывает, что этот человек молчал, слышно только вот эту вот буря, как там деревья вырывают из земли. И тут слышно, как этот человек говорит, прости меня, мой Господь, и пускай на все будет воля твоя. И видео обрывается. Я потрясенный, просто жду продолжения этого фильма, что они скажут. И они говорят, несмотря на то, что этот человек все сделал неправильно, слава Богу, он остался жив и вообще не пострадал. Вы знаете, я подумал, а как все-таки правильно надо было действовать. Пример этого человека или пример этой ситуации, в которой он оказался, он показал пример человека с твердым духом, который, несмотря на обстоятельства, в которых он оказался, он не паниковал, он не кричал, он спокойным голосом сказал, прости меня, мой Господь, и пускай на все будет воля твоя. Вы знаете, я на 99,9% уверен, что никто из нас завтра не окажется в зоне действия урагана или цунами или вулкана. Но я также на 99% уверен, что уже сегодня мы с вами будем оказываться в ситуациях, где мы должны будем или сегодня, или завтра, или на следующей неделе, где мы должны будем проявлять наш твердый дух для того, чтобы иметь тот Божий мир, тот совершенный мир в обстоятельствах, которые окружают нас. Пускай Бог благосовет каждого из нас хранить упование на того, кто есть твердыня вечная. Аминь. Давайте помолимся все вместе. Небесный Отец, я так благодарю Тебя, Господи. Ты показал пример, Господи, человека с твердым духом. Я не знаю, Господи, как вел бы себя я. Я думал бы, может, о детях, о семье, о работе, о том, что я не успел, что я не сделал. Я не знаю, Господи. Но я знаю о том, что если я, если каждый из здесь присутствующих, он твердо будет хранить упование на Тебя. Он будет пребывать в этом Божьем мире. Господи, у нас нет надежды по-человечески, своими силами что-либо изменить, выиграть войну, или получить этот комфорт, или получить этот мир на земле. Но, Господи, Ты даровал нам намного большую надежду. Надежду на Слово Твое, надежду на упование на Тебя, Господи. Благослови нас ходить в вере. Благослови нас ходить в надежде на Тебя. Благослови каждого из нас твердо придерживаться этого пути. Аминь.